Синими и желтыми новенькими автобусами, а также каретами скорой помощи, была наполнена главная площадь республики. Ключи от нового транспорта вручил глава. Каких результатов Адыгихабльский район достиг в сфере образования в выходящем году, рассказали на подведении итогов в Староковинске. Десятый ребенок появился на свет в семье Татаркуловых из поселка Заречный. Теперь у Мурата и Дианы шесть девочек и четыре мальчика. Подарили праздничное настроение и подарки. Представители регионального отделения КПРФ поздравили детишек Республиканской коррекционной школы первого вида. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Карачева, Черкесия. Сегодня глава Карачева Черкесии вручил ключи от школьных и городских автобусов, а также карет скорой помощи. Мероприятие прошло сегодня на центральной площади Черкеска. 15 школьных автобусов, 12 карет скорой медицинской помощи и 6 городских автобусов. Ключи от новеньких транспортных средств Рашид Тимрезов передал образовательным медицинским организациям и перевозчикам. Удобные школьные автобусы позволяют осуществлять доставку воспитанников на учебу и домой. Транспорт медиков оборудован всем необходимым для оказания неотложной помощи на месте. Большие слова благодарности нашему президенту и правительству. А так, конечно, традиция очень классная. Самое главное, что это комфорт и удобство. В первую очередь для детей, для водителей, для оказания медицинской помощи, скорой медицинской помощи. И я сам вижу, как за несколько лет изменилось и оборудование внутри скорой помощи, сами школьные автобусы, пассажирский транспорт. Транспорт, тем более он новый, всегда выгодно. И дети, я думаю, что в таком транспорте будут себя намного уютнее чувствовать. Все бригады скорой помощи Карачаева-Черкесии переходим из класса А, санитарного транспорта, на специализированные автомобили класса Б и класса С. Что это дает? В первую очередь это дает возможность оказания качественной помощи фельдшерам скорой помощи пациенту в самый нужный момент. Потому что первые полчаса, час времени, которые необходим для оказания медицинской помощи, он оказывается чаще всего в машине скорой помощи. С января ожидается повышение и индексация пенсии. Некоторые категории граждан получат выплаты досрочно. Как это будет проходить, нам рассказала заместитель управляющего отделения социального фонда по Карачаевой-Черкесии Ирина Тамбиева. С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. В Карачаево-Черкесии это повышение получат 87,5 тысяч неработающих пенсионеров. В среднем увеличение пенсии составит 1300 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости возрастет до 18 800 рублей в месяц. Но следует отметить, что индексация будет для каждого пенсионера индивидуально и будет зависеть от размера уже получаемой пенсии. Также будут увеличены на 7,5% пенсионные права будущих пенсионеров, поскольку они зависят от пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, которые также будут увеличены. Также пенсионеров республики ждет перерасчет федеральной социальной доплаты, поскольку будет увеличен прожиточный минимум пенсионеров с 1 января 2024 года. Он составит 12 359 рублей, и чьи пенсии составляют менее указанной суммы и плюс различные компенсационные выплаты, то указанным пенсионерам будет также произведен перерасчет федеральной социальной доплаты, чтобы общий совокупный доход пенсии и меры социальной поддержки составляли не менее прожиточного минимума пенсионера. Планируется досрочная выплата пенсии в декабре за январь 2024 года. Это коснется некоторых категорий, чьи даты доставки приходятся на период праздничных дней. То есть получатели пенсии через банк, чья дата доставка по графику 8 января, получат пенсии до конца текущего года, то есть до 29 декабря. То, что касается получателей пенсии через почтовую связь, для них выплата пенсии начнется с 3 января и будет осуществляться согласно графику почтовой связи в праздничные дни. В Адыхабовском районе республики за 2023 год отремонтированы 6 образовательных учреждений, созданы 12 точек роста. Представители района успешно участвовали в различных региональных и федеральных конкурсах. Это и многое другое было озвучено в Старокувинске во время подведения итогов года педагога и наставника. Подробности в репортаже Артура МХЦ. Ученику Малабазинской средней школы Артуру Тукову 2023 год запомнится как минимум одним знаменательным событием. Он вошел в число победителей всероссийского конкурса сочинений с работой на тему «Чуткое сердце». В ней юноша рассказал о своем любимом учителе через восприятие методов преподавания. Вы не представляете, насколько это радостно за то, что у ребенка получилось, за то, что то, что он сделал, было оценено достойно и что он это смог сделать. Это очень приятно, радостно и ощущение гордости за своего ребенка, и что он приходит ко мне каждый день в класс, и что именно ему я объясняю какие-то вещи, которые он слышит, потом чувствует и получается такой результат. Учительница и ее воспитанник были приглашены на итоговое мероприятие, посвященное году педагога и наставника в Адыгихабльском районе. Дом культуры Старокувинска в этот день посетили представители руководства регионального Минобра, депутаты республиканского парламента, а также сотрудники педагогических коллективов, то есть те, от кого во многом зависит, насколько грамотным, человечным будет подрастающее поколение. В марте месяце в нашем районе стартовал год педагога и наставника, быстро пролетело время, огромное количество мероприятий, в которых вы приняли участие, это не обошлось без дополнительной работы в ваш адрес, с которым вы с честью спалились. Министра образования и науки республики Инна Кравченко поблагодарила педагогов района за проделанную работу, назвала достижения Карачао-Черкесии за тематический период, рассказала о дальнейших планах в год семьи. Я считаю, что это продолжение года педагога и наставника, поскольку каждый родитель для своих детей является и учителем, и наставником, и другом. Дорогие любимые мои коллеги, позвольте в преддверии нового 2024 года пожелать всем нам побед во имя мира, добра, любви, любви к детям. Одно из тех, чей труд в завершающемся году был отмечен, победитель конкурса профессионального мастерства среди преподавателей Лилия Дохова из аула Адыгихабль. Для меня это огромный опыт, это возможность показать не только себя, но и свои возможности, а также узнать что-то новое, интересное. Юные артисты поздравили педагогов и гостей мероприятия с завершением тематического года, исполнив музыкальные произведения и танцевальные номера. Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия, Адыгихабльский район. В канун Нового года в семье Татаркуловых из Прикубанского района родился 10-й ребенок. Для семьи это большая радость, ведь детей здесь очень любят и растят в атмосфере ласки, добра и семейных традиций. Альбина Курочного-Кенжева побывала на выписке и узнала, кто же родился 10-м, мальчик или девочка. Мурат и Диана Татаркуловы счастливы в браке. Живут в поселке Заречном Прикубанского района и воспитывают девятерых детей. В канун Нового года семья пополнилась еще на одного человечка. Родился мальчик, десятый в семье. Всего шесть девочек, четыре мальчика. Родить десятерых детей это, конечно, непросто. Тем более в наше время. Она молодец, что говорить. Десять детей это, конечно, счастье. У нее беременность несколько сложная была. Ну, с честью вышли. Десятый ребенок, мальчик. Это для республики, конечно, большой пример для того, чтобы равняться на них. Глава государства ранее отмечал, что многодетность, большая семья должны стать нормой и образом жизни. Сегодня, когда в государстве неоднократно обсуждается вопрос увеличения численности населения, Путин подчеркивал об этом. Об этом говорят и все руководители, об этом говорят все старейшины фамилии. Сегодня родить десятерых детей, их воспитывать, это по-хорошему геройский поступок. И я очень хочу пожелать этой матушке, которая сегодня занимается детьми, больше с теми, чем наш брат, здоровья, исполнения ее желаний, и чтобы мы всегда имели возможность радоваться успехом этих детей. Диана Татаркулова всех детей родила в роддоме Черкеска и благодарит за поддержку весь медицинский персонал. Очень хочу поблагодарить всех врачей этого нашего замечательного роддома. Наурузову Зимфиру Макамедовну, Риму Юсупавну Чотчаеву и Малсюгенову Марину Хасановну, у которых мне посчастливилось родить сестерых детей. Ребятишки с нетерпением ждали выписку своего братика. Избивая с ног, мчались кто же первый увидеть новорожденного. Говорят, по очереди будут нянчить малыша. Рады, что у нас родился еще один братик. Его зовут Авин. Ставшие еще раз новоиспеченными родителями, советуют всем не бояться заводить побольше детей, ведь сейчас и государство дает поддержку молодым семьям. Медперсонал уверенно говорит, что семья Татаркуловых вернется сюда еще за 11-м ребенком, чтобы укомплектовать свою личную футбольную команду. Альбина Курочинова, Кенжи Вахмад Чучаев, Ринат Муков. Вести. Карачаево-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что 400 ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили подарки от членов правительства, сенаторов, депутатов Государственной Думы России и Парламента Республики. В числе участников всероссийской акции «Елка желаний», которая прошла в Карачаево-Черкесии, были ребята из школы-интерната, детских домов, социально-реабилитационных центров, детских погибших сотрудников республиканского МВД, пограничников и участников СВО из подшефного Старобельского района. Накануне подарки вручили воспитанникам социальных учреждений республики и сотни детских улыбок заисклили счастьем и радостью. Пусть так будет всегда и пусть наступающий 2024 год будет для наших детей по-настоящему добрым и радостным, а каждый ребенок растет в заботе и любви, будет здоровым и счастливым, отметил Рашид Тимрезов. Для наших следующих героев любое торжественное мероприятие – это не просто праздник, а возможность лучше узнавать жизнь. В Республиканской коррекционной школе-интернате при поддержке регионального отделения КПРФ прошло театрализованное представление, на котором побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Магия новогодних чудес захватывает все большее число людей. В Республиканскую коррекционную школу-интернат первого вида пришли, можно сказать, друзья. Представители регионального отделения КПРФ здесь частые гости, постоянно помогают подшефным чем только возможно. Карачао-Черкесское отделение является кураторами этой коррекционной школы на протяжении многих лет. Мы по возможности принимаем участие в проведении мероприятий этой школы, помогаем с подарками на Новый год. При обращении руководства школы мы изыскиваем средства партийные, спонсорские, чтобы помочь этой школе. На этот раз за праздничное настроение отвечали сами детки и их наставники. Они выступили в роли сказочных героев, которые должны были помочь Снегурочке спасти волшебные часы, а затем танцами и играми зажечь новогоднюю елку. По словам руководителя коррекционной школы Заримы Качкаровой, мальчишки и девчонки через такие мероприятия познают жизнь. Мероприятия у нас не просто к Новому году или к другим праздникам. Мы их проводим еженедельно, по любому предмету, по любой там неурочной деятельности. Дети постоянно со своими учителями должны это познавать. Это дает развитие речевой деятельности, это корректирует их речь, это формирует их речь и, конечно, они узнают жизнь больше и больше. Около наряженной зеленой красавицы десятки счастливых, довольных детских лиц. Их настроение передалось и взрослым. Те с нескрываемой радостью и удовольствием дарили подарки, вызывая у ребят еще больше восторга. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. На данный момент женсоветы нашей республики своей первоочередной задачей считают помощь участникам СВО. О том, какую конкретно работу они проводят нашему корреспонденту Бали Джазаевой, рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Марина Барлакова и руководители женсоветов сельских поселений. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Субтитры делал DimaTorzok